Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу событий, а в студии Андрей Григуленко я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Коротко о некоторых темах. Такого снегопада давно не помнят здешние места. В выходные в регионе выпало рекордное количество осадков. С завтрашнего дня у школьников Самарской области начинаются зимние каникулы. В каком формате они будут учиться в 2021 году, решится на оперштабе по предупреждению распространения коронавируса. Российские пенсионеры – активные должники по кредитам. На сегодняшний день в отношении миллиона трехсот тысяч должников-пенсионеров принято решение о взыскании денег. Более 20 часов непрерывного снегопада. В преддверии новогодних праздников в Самаре выпало рекордное за эту зиму количество осадков. Городские службы подготовились к этому заранее, мобилизовали технику и людей. Работали в несколько смен круглосуточно. За минувший выходной с улиц вывезли на полигоны более шести с половиной тысяч тонн снега. Промежуточные результаты работы обсудили на еженедельном совещании в мэрии. Глава Самары Елена Лапушкина поручила продолжить уборку города, не снижая темпов и объемов. К завтрашнему утру должны быть расчищены не только дороги, но и крыши, дворы и тротуары. Завтра на оперативке у себя в департаменте слушаете отчет районов по очистке контейнерных площадок, контроль, внутриквартальные проезды, выходы из подъездов, кровли. За вами остаются тротуары все, остановочные павильоны. Елена Лапушкина также в своем инстаграм-аккаунте обратилась к жителям города и попросила написать адреса, где необходима уборка снега. Сообщения можно оставлять как под постом в инстаграме, так и в твиттере главы города. Минувшие выходные на расчистку дорог от снега вышли более 300 человек и 540 единиц техники. В зоне особого внимания дороги, по которым ходят общественный транспорт и подъездные пути к больницам и станциям скорой помощи. Как прошла уборка, увидела Светлана Кудрявцева. Снегопад, который не стал сюрпризом. К интенсивным осадкам городские службы приготовились заранее. На расчистку дорог направили несколько сотен техники – 540 за две смены. Вручную с них чистили 393 человека. Работали комбинированные машины, рассыпали реагенты и плужно-щеточное оборудование, которое расчищало проезжую часть. За сутки израсходовали более 300 тонн Бионорда и свыше 120 тонн песчано-соляной смеси. Все согласно скорректированным нормам. Особое внимание уделили дорогам, по которым следует общественный транспорт, а также территориям возле социальных и лечебных учреждений. Особое внимание было уделено обеспечению проезда в период снегопада к больницам за действием лечения больных коронавирусных инфекций. Все эти больницы держались на контроле. В течение дня дорожными службами производилась очистка проездов к данным учреждениям, для того, чтобы могли беспрепятственно подъезжать к корректу скорой помощи, либо подвозить необходимое лекарство и оборудование. В итоге расчистили подъездные пути к 13 госпиталям, в которых лечатся больные ковид. Сбоев в подвозе лекарства и кислорода не допустили. Повышенное внимание уделили и подъездным путям ко всем станциям скорой помощи. Единственная сложность, с которой столкнулись припаркованные автомобили во дворах, возле контейнерных площадок и на обочинах проезжей части. Городские службы благоустройства призывают граждан во время уборки снега переставлять свои автомобили на уже очищенные участки дорог, чтобы не мешать работе техники. Валентин Якунин, житель 23-го дома по улице Советской Армии, на время уборки переставил свою машину, поэтому и чистотой своего двора доволен. И дворники хорошо почистили, и трактор хорошо почистил. Ответственных жителей в период снегопада оказалось много, отмечают в МБУ «Советский». Борьба со стихией объединила дорожных рабочих и автомобилистов. Выходили, убирали машины. Некоторые помогали, принимали участие активно. Кто-то подключался к обзвону своих соседей и знакомых, чтобы люди вышли и убрали свои автомобили. Зоны ответственности администрации внутри городских районов, внутри квартальные, а также незакрепленные территории. А во дворах работу дворников организуют управляющие компании ЖСК и ТСЖ. В этот раз работали с 6 утра и до позднего вечера. Ну, снегопад еще не закончился сегодня, но мы с утра с техникой. Дворники все у нас работают, все на рабочих местах. Видите, уж рабочий день давно закончился, мы еще работаем. Оценили труд коммунальщиков и жителей двора в Советском районе. Чисто вот здесь все кругом. И у нас очень хороший дворник. Так у нас все время приезжает трактор, когда вот снегопад сильный приходит. И выбирает, вывозит, снег вывозится. Даже появившийся, словно из сказки, Дед Мороз в шутку заметил, что ходить по расчищенным дворам, а не по лесным тропинкам, гораздо удобнее. Ребята, вам большое спасибо за расчищенные дороги. Да, но сани по ним не ездят мои. Им нужен снег. За минувший выходной с улиц Самары вывезли более 6,5 тысяч тонн снега. Все работы продолжатся и на этой неделе. В ближайшее время ожидается похолодание, и серьезных осадков не прогнозируют. Природа дает городским службам карт-бланш на то, чтобы к праздникам привести город в идеальное состояние. Светлана Кудрявцева, Максим Гусев, События. Помимо городских магистралей, от многочасового снегопада расчищаются внутриквартальные территории города. В железнодорожном районе работали почти 300 дворников и 10 единиц техники. Специалисты коммунальных служб очищают от снега внутридворовые проезды и кровли жилых домов. На Киевской 10 побывала Ольга Павлова и выяснила, как идут работы по борьбе с внезапным предновогодним апокалипсисом. Хоть синоптики и предупреждали о надвигающемся снегопаде, никто не ожидал, что осадков выпадет так много. Вторые сутки дворники железнодорожного района Самары, начиная с пяти утра, расчищают внутриквартальные проезды. Сегодня во дворах Самары работают в усиленном режиме. На борьбу с непогодой мобилизованы почти 300 специалистов коммунального хозяйства и 17 единиц техники. Бесперебойной работе по расчистке улиц от снега отчасти препятствует припаркованной у жилых домов автомобиле. Если мы заранее готовимся, нет, допустим, неожиданного снегопада, мы развешиваем объявления на подъезды, что такого-то числа со стальки до стальки будет производиться механизированная уборка. Автовладельцы в основной своей массе относятся ответственно к этому. Сотрудники ТСЖ, ЖСК и управляющих компаний убедительно просят автовладельцев обращать внимание на внештатные ситуации и по возможности убирать свои автомобили от подъезда в период снегопада, иначе парковаться из-за высокого снежного покрова станет сложнее. Кроме того, специалистами коммунальных служб ведется активная работа по очистке скатных кровель жилых домов от снега. Таких зданий в железнодорожном районе Самары 580. Вчера здесь работали 23 бригады кровельщиков. Сегодня у нас на территории района 47 бригад кровельщиков. Это у нас управляющая компания ТСЖ, ЖСК и социальная сфера частицы. Работаем активно очень. Все работы по очистке внутридворовых дорог и территории Самары ведутся в штатном режиме. Если в ближайшие дни снегопад продолжится, количество бригад увеличит до максимального числа. С 29 декабря у школьников Самарской области начинаются зимние каникулы. Они продлятся до 10 января. У учеников начальных классов сегодня последний очный учебный день в этом году, а учеников 6-11 классов дистанционный. Напомним, решение о том, в каком формате в 2021 году будут учиться школьники, региональный оперативный штаб еще не принял. Предпосылок для отмены дистанционного обучения пока нет, так как количество новых выявленных случаев коронавируса в регионе не снижается. За сутки в Самарской области изрегистрировали еще 310 случаев заболевания COVID-19. Каждый день на контроле. В Самарском транспорте проверяют наличие масок у пассажиров. С начала пандемии в отношении них составили 140 протоколов. В рейд с представителями профильного департамента, сотрудниками полиции и дружинниками отправилась и наша съемочная группа. Не наказать, а защитить. Вот главная цель проверок соблюдения масочного режима в транспорте. Совместные рейды проводят представители департамента транспорта, администрации Самары, дружинники и полицейские. Сегодня они проверяли, надевают ли пассажиры маски в автобусах и трамваях на остановках Паново-Садовой. Как показала проверка, большинство прислушиваются к рекомендациям санитарных врачей и пользуются средствами индивидуальной защиты. Сейчас время такое пришло. Маски обязательно надо носить, одевать. Все меры приятной досторожности надо, чтобы соблюдать. Мы видим, что, конечно, подавляющее большинство пассажиров общественного транспорта у нас соблюдают требования, носят маску так, как положено, она надета на нос, а не отпущена на подбородок. И, тем не менее, мы эту работу не останавливаем. Рейды по контролю за соблюдением предписаний Роспотребнадзора проходят ежедневно. За время пандемии на пассажиров было составлено 140 протоколов. В метро недопущено около 9 тысяч человек. Еще порядка 1200 человек высадили из транспорта из-за отсутствия средств индивидуальной защиты с начала сентября. Я считаю, что они подвергают риску себя и других. Ну, себя как бы это и дело, а то, что он может как бы другие пострадать люди, я считаю, что это неправильно. Нужно ответственность какую-то иметь перед тем, что люди-то могут заболеть. К подобным проверкам жители Самары относятся с пониманием. Штраф за нарушение масочного режима от 1 до 30 тысяч рублей. Чтобы уйти в Новый год без забот, не стоит забывать о мерах безопасности. Кроме того, представители компаний-перевозчиков усилили проверки по выявлению безбилетников. Нарушителям грозит штраф в 500 рублей. На самом деле это очень важная составляющая, чтобы пассажиры оплачивали свой проезд. Потому что это влияет. Если транспортное предприятие недополучает прибыль, мы не можем позволить себе приобрести новый подвижной состав, будь то новый трамвай или автобус. Поэтому, в принципе, пассажиры заинтересованы оплачивать свой проезд, чтобы улучшать комфорт своего проезда. Перевозчики также, в свою очередь, стремятся обезопасить пассажиров. В транспорте перед каждым рейсом проводится обязательная дезинфекция специальными препаратами. Мэриил Чан, Николай Сидоров, События. Биткоин второй раз за сутки обновил исторический максимум. Более миллиона российских пенсионеров значатся должниками по кредитам. А работники онлайн-сферы могут рассчитывать на повышение зарплат в 2021 году. Обо всем подробнее в нашей рубрике «Новости экономики». Здравствуйте! Вы смотрите «Новости экономики». Расскажу о них я, Виктория Шаре. Курс доллара на сегодня, 28 декабря, составил 73 рубля 71 копейку. Курс евро – 90 рублей 12 копеек. Стоимость фьючерсов на нефть марки «Брент» на лондонской бирже выросла на 0,75% и составила 51 доллар 23 цента за баррель. Биткоин второй раз за сутки обновил исторический максимум. После полуночи 27 декабря он торговался уже выше 26,5 тысяч долларов. Активная фаза роста криптовалюты началась в середине декабря, после инвестиций со стороны крупных компаний. За последнюю неделю криптовалюта выросла более чем на 10%. Более миллиона российских пенсионеров значатся должниками по кредитам, сообщает Федеральная служба судебных приставов России. По информации, на 1 ноября 2020 года 1 миллион 300 тысяч должников, в отношении которых принято решение о взыскании за должности, достигли пенсионного возраста. Всего за 10 месяцев 2020 года судебные приставы взыскали со всех должников 111 миллиардов рублей. Ранее в Госдуме в окончательном чтении приняли законопроект о защите бизнеса и пенсионеров от взысканий за долги. Закон позволит защитить имущество и средства пенсионеров от взыскания в период пандемии и после нее. Пожилые люди могут получить рассрочку по выплате кредитов, страховых взносов и займов на два года. При этом сумма долга не должна превышать миллион рублей. Ввести экспортные пошлины на стали и производимую из нее арматуру предложил Минпромторгу заместитель главы ФАС Андрей Цириковский. По его мнению, это позволит снизить цены на жилье. В тексте документа замглавы ФАС предложил ввести пошлину на лом в размере 15% от стоимости, но не менее 49 долларов за тонну. За продажу за границу стальной заготовки брать не менее 13% от цены, но не менее 73 долларов за тонну. А за арматуру 12%, но не менее 78 долларов за тонну. Действовать пошлины должны на протяжении 6 месяцев. Своё предложение Цириковский обосновал поручением вице-премьера Марата Хуснулина, которому московские застройщики пожаловались на резкий рост цен на арматуру. По их данным, с середины ноября цены выросли в два раза до 48,5 тысяч рублей за тонну, что сказалось на стоимости квадратного метра. Замглавы ФАС отметил, что признаков нарушения антимонопольного законодательства ведомство не выявило. Причиной резкого роста цен он назвал восстановление темпов строительства в Китае, где эпидемия коронавируса пошла на спад. Новости экономики. Берегите ваши финансы. В Самарском метро на терминалах продажи жетонов и транспортных карт появились кнопки вызова кассира. Пока ими оснастили два действующих аппарата на станции «Российская». Планируется, что до середины января они появятся на всех 32 терминалах по выдаче проездных билетов на каждой станции. Напомним, терминалы были установлены летом для удобства пассажиров в целях максимального сокращения контактов в период пандемии. Как освоили горожане новшество муниципального предприятия, узнала Ольга Павлова. Пополнить наличными. Чем всегда нужен? Сюда нажимайте «Да». Чтобы добраться до больницы, пенсионеру Анатолию Арефьеву приходится ездить в метро. В часы пика Анатолий Павлович подземку не спускается. А именно в это время с 7 до 9 часов утра и с 16 до 18 часов вечера работают привычные для него кассы. Выходит, что транспортную карту мужчине нужно приобретать в терминалах продажи проездных. Разобраться в работе хитрого аппарата пассажиру помогает кассир Самарского метрополитена, вызвать которого теперь можно при помощи специальной кнопки. Сейчас у нас уже соображал, что чуть-чуть попозже работает. Хоть кроссворды решаешь, но все равно уже замедленная реакция. Терминалы для продажи жетонов и транспортных карт были установлены летом для удобства горожан с целью сокращения контакта в период пандемии и коронавирусной инфекции. Теперь на аппаратах дополнительно монтируют кнопки вызова для пассажиров, которые по тем или иным причинам пользоваться терминалами не умеют. До этого кассиры постоянно дежурили у аппаратов. Теперь же оперативно выходят пассажирам для консультации в случае крайней необходимости. Планировали, что мы будем обучать пассажиров, как ими пользоваться в спокойном режиме, но условия немножко ужесточились, и нам пришлось прибегнуть к таким мероприятиям. Студенты, они справляются сами, как бы более такие знающие, а пенсионеры еще нуждаются в нашей помощи. Ежедневно через Самарскую подземку проходит более 26 тысяч пассажиров. 90% из них практикуют бесконтактную оплату проезда банковскими и транспортными картами. В конце декабря кнопками вызова оснастили два аппарата на станции метро «Российская». Планируется, что до середины января они появятся на всех 32 терминалах, то есть на каждой станции. Ольга Павлов, Григорий Плешаков, События. 122 ДТП с участием водителей каршеринга зарегистрировали в Самаре с начала года. Чтобы минимизировать происшествия на дорогах, сотрудники ГИБДД регулярно проводят профилактические рейды. Кто несет ответственность в случае аварии? Те, кто предоставляют услугу, или те, кто берет машину в аренду, узнавала мэрия Илчан. Головная боль инспекторов ДПС – водители, перемещающиеся по дорогам области в каршеринговых автомобилях. Их можно различить благодаря специальной окраске авто, а иногда и по неадекватному поведению. Каршеринг – это услуга, при которой человек берет автомобиль в аренду. Минуты езды на таком авто в среднем стоят 8 рублей, А взять автомобиль на прокат можно с помощью специального приложения в телефоне. Документов никому предъявлять не надо. Вот и оказываются порой за рулем таких авто люди, не имеющие прав или в состоянии алкогольного опьянения. Удобно, это с одной стороны хорошо, да, но ответственность нужна, больше ответственных людей за этим, за наблюдение для этих машин, потому что их постоянно, много очень по городу ездишь, видишь то, что неадекватно ездят, и разбивают тоже постоянно, часто вижу. Тем не менее, ответственных в ДТП найдут. Во-первых, автомобилист регистрируется в программе, вводя туда личные данные собственного телефона. А во-вторых, автомобили оформлены на юридическое лицо, которое предоставляет услугу каршеринга. Оно же покупает страховку для машин. Работа ведется, составляются административные материалы, это в отношении водителей, соответственно, составляются административные материалы в дальнейшем и на должностных, и на юридических лиц каршеринга. Данные материалы направляются по месту нахождения юридического лица, либо поймется нахождение его фактического в зависимости от ответственности административного правонарушения. За 2020 год в Самаре зарегистрировали 122 ДТП с участием водителей каршеринга. Больше половины из них по вине автомобилистов. Основные причины – превышение скорости и нарушение правил проезда у пешеходного перехода. Мэр Елчан, События. Исполняются мечты. В Самарской области продолжается благотворительная акция «Елка желаний». Почувствовать себя добрым волшебником может любой желающий. В Ленинском районе Самары создали новогоднее чудо для 200 детей. Подробнее расскажет Елена Малютина. Родителям Полины Шалашовой сейчас не по карману исполнит желание дочери. Она мечтает получить на Новый год ватрушку для катания с гор. 2020 год для семьи Шалашовых оказался тяжелым. У них сгорел дом. Но семья сохраняет оптимизм и верит в новогоднее чудо. Благотворительная акция «Елка желаний» дает надежду и заряжает праздничной атмосферой. Во-первых, праздничную. Во-вторых, то, что нас не забывает город, администрация как-то помнит о нас. Ватрушка, не ватрушка или там снегокат, что-то такое, чтобы ребенок катался. Потому что у нас-то было все, у нас просто все сгорело. Ничего нет. Она смотрит в окно и говорит, мама, у меня вот такой был снегокат. У меня там то-то было, санки были. Дети вон катаются. Ждут подарков и верят Деда Мороза и дети Оксаны Оржановой. Она одна воспитывает троих детей. Чувствуется, что Новый год действительно подарки, исполнение желаний. Хотя у меня даже радость за детей, что их мечты, желания, вот это они ждали. Дочка у меня очень, кошечку, и мне кошечку подарили. Что им хорошо. Для меня это большая радость, огромное счастье. Книги, игрушки, спортивный инвентарь, электронная техника – желания у детей самые разные. Исполнить мечту и почувствовать себя добрым волшебником может любой желающий. В Ленинском районе в этом году за счет благотворителей создали новогоднее чудо для 200 детей. 32 из них получили подарки сегодня. Елка желаний, которая проводится на территории нашего района, я считаю, это очень важное мероприятие, в том числе для детей. Даже это в первую очередь для детей, у которых мечты должны сбываться. Это мечта, которая была у меня, у вас, наверное, у каждого из нас в детстве. Поэтому, если мы сегодня помогли этой мечте сбыться и детям мечтать о будущем, о лучшем, мы будем очень рады. Понимая, насколько важно быть рядом с этими людьми, действительно это тяжело. У кого-то ребенок болит, у кого-то еще какие-то трудности. И вот эта поддержка общества, хорошее отношение, любовь, доброта, тепло, но действительно это очень важно. На вручение подарка наша работа, как мне видится, она не завершается. Мы постараемся вести эти семьи, быть рядом. Благотворительная акция «Елка желаний» продлится до 31 декабря. Елена Малютина, Василий Калдашов. События. Аналитики Яндекса проанализировали запросы россиян, связанные с празднованием Нового года. Традиционно пользователи интересуются, что приготовить на праздник, что надеть, куда поехать отдыхать и как загадать желание. В центре внимания – салат оливье. Чаще всего россияне спрашивают в интернете, сколько варить картошку для салата, сколько калорий в этом блюде и чем его украшать для праздничного стола. Интересует пользователей и калорийность мандаринов, как их вырастить из косточки и как сделать букет из цитрусовых. Самые популярные материалы для изготовления новогодних елок – бумага, гирлянды, конфеты, ветки, пластиковые бутылки и даже макароны. Тройной успех перед новогодними каникулами. Самарские паралимпийцы привезли с чемпионата страны по парасноуборду три медали – золото, серебро и бронзу. Победителей на ЖД вокзале встречали представители Минспорта и наша съемочная группа. Героев спорта на перроне встречают журналисты, общественники и областной замминистра спорта. Лидия Рогожинская много сделала для успеха пара сноубордистов. Чемпионы будут получать губернаторскую стипендию. Уже сейчас бесплатно тренируются на гормолыжном склоне и выступают на соревнованиях. Сергей Новиков теперь член сборной страны по парасноуборду. На чемпионате России завоевал две медали – серебряную в слаломе и золотую в кроссе. В финальном заезде получилось так, что соперник меня обошел. У меня были проблемы с протезом, и меня просто выдернуло из протеза. И в конечном итоге я отстал. Но решил догонять, включил максимальную скорость, грубо говоря, просто-напросто догнал соперника и обогнал практически на финише. Бронзовая медаль в упорной борьбе досталась Константину Ганечкину. И это при том, что он первый раз участвовал в соревнованиях по парасноуборду вообще. До этого он занимался плаванием. Интересно, но тяжело. То есть даже я с своей спортивной подготовкой, ну прям с трудом, скажем так, добился этого результата. Самарские парасноубордисты не были готовы к крутым склонам МИАСа Челябинской области. В Самаре они катались по более пологим трассам. Поэтому полный комплект медалей, завоеванный на чемпионате страны, для спортсменов и тренеров дороже в тройне. Когда там лезят искры от протезов, это, конечно, там слезы выбивает из глаз. Это, конечно, сильно. Это сильно мотивирует нас, тренеров, людей остальных. И вот в этой такой битве, ну практически киборгов, вот происходили вот эти события. Но это был, конечно, настоящий бой такой спортивный. Самарские спортсмены прошли в МИАСе огонь, воду и медные трубы. Эксперты в один голос утверждают, трассы рассчитаны на здоровых и высококлассных мастеров спорта. Чего только стоит с лалом и кросс, а не уровня Кубка мира. Но самарским парасноубордистам покорились все трудности, и они приехали на финиш чемпионами и призерами России. Герои спорта уверены, теперь им все турниры по плечу. Сергей Кизоркин, события. На этом наш выпуск завершен. Заходите на сайт Самары ГИС, подписывайтесь на наш телеграм-канал и на официальные страницы в социальных сетях. Будьте здоровы! Всего вам самого доброго! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!